Здравствуйте, меня зовут Юлия Лысенко, продолжаем говорить об ипотеках и сегодня поговорим в чем же все-таки разница между ипотеками на 15 и на 30 лет. Конечно, вы уже знаете ответ, это то, что ипотека на 15 лет, ваш платеж помесячный будет выше и процентная ставка будет ниже. Что можно подумать, супер, почему тогда не взять на 15 лет, вместо того, чтобы брать на 30 лет. Объясняю. Когда мы берем ипотеку на 30 лет, ваш платеж будет меньше, что значит легче квалифицироваться на эту ипотеку. Как вы знаете, скорее всего, чтобы взять ипотеку, всегда это идет квалифицирование в соотношении к зарплате. То есть, чем больше платеж, тем больше у вас должна быть зарплата, тем меньше платеж, тем легче квалифицироваться на ипотеку на ту или иную сумму. Допустим, сейчас приведем даже, например, с цифрами. Если мы покупаем дом за 200 тысяч, ставим 20% первоначального взноса, берем ипотеку на 30 лет, то ваш ипотечный платеж, просто только ипотека, не включая ни подземельных налогов, ни страховку, будет примерно 850 долларов, если процентная ставка 5%. Если же мы берем ту же самую ипотеку на 15 лет, то ваша процентная ставка где-то понизится на 0,5%, то есть будет где-то 4,5%, но ваш платеж повысится на 1300 долларов, так как сокращается время на половину. То есть ваша зарплата должна быть тоже выше, например, на такую же процентное соотношение. Так что, если вы думаете получить ипотеку на 15 лет, учтите, что ваше соотношение должно быть соответствующее. Если вы не знаете, какую ипотеку взять на 30, на 15 лет, какие самые лучшие условия, процентная ставка, звоните, обсудим, Юлия Лысенко, 727-251-5089. Также оставляю свой веб-сайт в комментариях, звоните, пишите. До следующих встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok